Меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами разберем, что такое сайт, их виды и классификацию. Сайт – это набор страниц в интернете, позволяющий пользователю получить определенную информацию, либо осуществить действие, например, заказать товар или услугу. Состоит из одной или нескольких логических связанных с собой структур, объединенных дизайном, общей тематикой и гиперссылками. Сайты могут различаться между собой по многим параметрам, поэтому пока не существует едимой классификации. Эксперты разделяют сайты по наиболее значимым признакам, например, по тематике, структуре, дизайну, способу и цели создания. Если интернет-ресурс посвящен одной теме, его называют узкотематическим, или же он охватывает широкий круг проблем – это общий. В зависимости от ориентированности на полученные прибыли различают коммерческие и некоммерческие сайты, а по количеству страниц – одностраничные и многостраничные. По доступности интернет-площадки делятся на три категории – открытые, полузакрытые и закрытые. Закрытые – это те, которые идут с доступом по паролю, то есть открытые для узкого круга лиц. Полузакрытые – ограниченным доступом, требующим регистрации. Также сайты различают по типу загрузки. Если же он хранится в готовом виде файлом сис-сервера, то он статический. Если его страницы генерируются в ходе пользовательских запросов на основе загруженных баз данных, то динамические. На данном экране представлена классификация сайтов. Мы видим коммерческие сайты – это интернет-магазины, сайты-услуг, корпоративные сайты и простые сайты, о которых мы сейчас будем говорить. Также есть некоммерческие сайты, социальные сайты, которые включают соцсети, форумы и сайты знакомств, черное SEO для продвижения, веб-сервисы, такие как хостинги, почтовые системы и онлайн-инструменты, и трафиковые сайты – это всякие онлайн-кинотеатры, справочники, агрегаторы и информационные порталы. Сейчас мы будем говорить поподробнее и рассматривать коммерческие сайты. Сайты коммерческой направленности служат для получения прибыли за счет продажи товаров либо услуг, или же их рекламы. Визитки, лендинги, промо-сайты, портфолио, витрины относятся к простым сайтам с упрощенной структурой и простым набором функций. Интернет-магазины, сайты-услуг, а также корпоративные сайты являются более продвинутыми веб-ресурсами и имеют расширенные возможности. Рассмотрим интернет-магазины. Они представляют собой сайт со сложным функциональным, предназначенный для продажи товар или услуг. Содержит иллюстрационный каталог с описанием продуктов. Опцию выбора способа оплаты в корзину товара возможно погрузить. Главная задача интернет-магазина это показать весь ассортимент продукции и процедуру ее приобретения. Допустим, в сайт Икея мы можем посмотреть на продукцию и, конечно же, ее купить. Преимущество для пользователя таких сайтов в том, что мы можем купить продукт в несколько кликов, богатый ассортимент, круглосуточная доступность и наглядность. А для владельцев это возможность размещения внеограниченного количества товара, широкий охват аудитории, а также меньшие затраты по сравнению с реальным магазином. Для таких площадков не существует географической привязки, но в ряде случаев необходимо учитывать наличие у магазина региональных офисов и прямых номеров телефона. В данном случае у нас здесь только зависит все от страны, потому что ассортимент Икеи везде одинаковый. Продолжим. Сайты услуг. Это такие сайты содержат сведения о предоставляемых услугах. Это может быть юридические, парикмахерские, репетиторские или доставка еды. Зачастую такие порталы имеют форму заказа, общие региональные номера телефонов или другие контактные данные. Вот, допустим, региональный сайт, имеющий показ того, что они продают, и, конечно же, контактную форму для обратной связи. Сайты услуг подходят для многих направлений бизнеса, в частности для строительных, клининговых компаний и для компаний аренды оборудования. Ну и, конечно же, доставка еды. Теперь рассмотрим корпоративные порталы. Это многофункциональный ресурс, назначение которого является предоставление сведений о компании, ее товарах и услугах. Информирует клиента о наличии бизнеса, о его направлении и преимуществах. От сайта визитки отличается более сложным дизайном, расширенным информационным потоком и наличие множества дополнительных опций, таких как, допустим, выбор калькулятора, вспомогательные средства выбора продукта, помощники и так далее. Обеспечивает обратную связь с клиентом и позволяет сотрудникам взаимодействовать между собой. Теперь мы рассмотрим сайт-визитка. Сайт-визитка, допустим, вот такая, отличается лаконичным дизайном, состоит из одной или нескольких страниц и содержит краткие сведения о своем владельце. Также часто сайт-визитка очень похож на сайт-портфолио, но различается только тем, что в сайте-портфолио предоставлена информация о продуктах, которые сделал владелец сайта. Кстати, о портфолио. Портфолио-галерея представляет собой презентацию работ компании или специалиста и создается, чтобы показать опыт и мастерство. Часто используется фотографами, дизайнерами, художниками и веб-мастерами. Зачастую здесь можно какие-то контактные данные получить. И портфолио служит самостоятельным средством для раскрутки и позволяет работать, не отдавая посредникам и биржам часть своего дохода. Вот, допустим, какая прекрасная карта с контактами. Давайте рассмотрим лейдинг. Это одностраничный сайт, созданный для рекламы какого-либо продукта и содержит качественные фото, ключевую информацию о товаре или услуге с описанием преимуществ и призывом оформить заказ. Главной целью является именно вызвать у потенциального покупателя интерес к продукту и мотивировать его на совершение этой покупки. Узкая направленность сайта является его главным преимуществом, но и недостатком, потому что обеспечивает высокую конверсию, но также и накладывает ограничения на ассортимент. При появлении нового товара или услуги потребуется создание второго лейдинга, либо переформирование самого ресурса. Многие бизнесмены, владеющие интернет-магазинами, создают лейдинги для ходовых продуктов и используют в качестве вспомогательных бизнес-инструментов. Также существуют промо-сайты. Это интернет-ресурсы, созданные с целью продвижения основного сайта компании, какого-либо конкретного продукта или товарной группы. Обычно содержат много фотографий, видео, интерактивного материала и выполнен в нестандартном виде. Часто компании создают промо-сайты для эффективной рекламы отдельного сайта или товара. И последнее это сайт-витрина. Представляет собой электронный каталог товаров с описанием. Основных характеристик и иллюстративными изображениями. В отличие от интернет-магазина, здесь нельзя приобрести товар, но можно его заказать. То есть можно связаться по форме и заказать его в реальном магазине. Теперь рассмотрим некоторые типы информационных сайтов. Информационный сайт состоит из множества статей на узкую или широкую тему. Обычно разделен на рубрики и категории. И может содержать полезные сведения, советы, новости, обзоры или авторские заметки и личный опыт. Такой сайт помогает получить нужную информацию и решить проблему читателя, либо развлечь. На его страницах размещаются объемные статьи или короткие тексты, часто с фотографиями и видео. Часто предусматривается возможность подписки на обновления, получения оповещений о выходе нового контента, комментарии, кнопка репостов в социальной сети. Итак, рассмотрим новостные ресурсы. Новостные сайты информируют о событиях, произошедших в мире и стране, определенном регионе или населенном пункте. Обычно они содержат короткие тексты, актуальность которых сохраняется в течение ограниченного количества времени. Такие ресурсы собирают событийный трафик и требуют регулярного наполнения свежей информации. Новостники отличаются по способу сбора информации. Это может быть публикация новостей пользователями, которым стало известно о каком-либо произошедшем событии. Это может быть автоматический поиск и размещение информации, ресурсов, подбор публикаций текстов редакторами портала или смешанного типа с поиском новостей модераторами и читателями. Как раз-таки последний тип чаще всего используется. Также есть тематические блоги, которые содержат большое количество текстов определенной тематики. Для их продвижения требуется регулярное размещение качественного контента, оптимизированного под поисковики. Трафик зависит от количества статей и их количества. И использованных методов оптимизации. При желании такие сайты можно монетизировать с помощью партнерских программ и контентной рекламы. Также мы рассмотрим блоги. Блог представляет собой ленту постов, где пользователи могут оставлять комментарии и участвовать в дискуссиях. При регулярном качественном наполнении блок может успешно продвигаться в поисковых системах. В зависимости от назначения блоки бывают нескольких типов. Это авторские, то есть публикации частными лицами. Создание группы единомышленников или общественной организации. В принципе под это общество D&D тоже подходит. А также создание компаний и отдельными представителями бизнеса. Для более успешного продвижения своего продукта на рынке товаров и услуг. Блог может быть представлен в виде отдельного ресурса, либо входить в состав основного сайта. Тематического, корпоративного или новостного. Во втором случае он будет способствовать привлечению трафика на основной сайт. Теперь мы рассмотрим трафиковые сайты. Трафиковые сайты это особая разновидность веб-ресурсов, ориентированных на получение больших объемов трафика с целью дальнейшей монетизации. Посредством контекстной, тизерной или офертной рекламы. В такие сайты входят крупные информационные порталы. В том числе те порталы, в которых любой пользователь может выбрать область, в которой он хорошо разбирается. Он может зарегистрироваться в качестве эксперта и делиться своим знаниями и опытом. За что будет, конечно, получать оплату. Вазерники, представляющие собой веб-ресурсы, распространяющие интеллектуальную собственность в обход правообладателей. К данным категориям относятся файлообменники, торрент-трекеры, сайты с картинками, музыкой, книгами и так далее. Ну и, конечно же, сайты официальной продукции. Но они в меньшей степени, скажем так. При этом, если на лицензированном продукте стоит защита, она в данном случае снимается. И, конечно же, черное SEO. Сейчас разберем немножечко поподробнее. Существует три вида SEO-продвижения, которые зависят от легальности использованных приемов. Белое, черное и серое. При белом продвижении используются только разрешенные методы. Это улучшается структура сайта, производится наполнение уникальным контентом, повышается юлисабилити. При таком подходе нужно время, чтобы сайт вышел на первой позиции. И результат такого подхода долговременный. Чтобы ускорить продвижение, некоторые SEO-специалисты прибегают к запрещенным приемам. И при их применении существует риск попасть под фильтр поисковых систем и быть заблокированы. Черное SEO основано на максимальной автоматизации процесса и нарушении правил. Ну, а серое, понятно, это смесь белого и черного. Такие ресурсы это Dorvi. Это вспомогательный сайт, собирающий трафик и перенаправляющий его на основной ресурс. Такие площадки обычно автоматически генерируются и наполняются низкокачественным контентом, плотным включением низко-среднечасточных запросов, ускоряющих продвижение в топ. Создание Dorvi относится к черным SEO, которые могут дать неплохой эффект и часто используются оптимизаторами кормических ресурсов. И из-за сложности доказать факт мошенничества основной сайт редко подпадает под санкции. Адалт это некий ресурс на взрослую тематику, то есть интим форум или заказ интим услуг. Такие запросы очень популярны и поэтому эти площадки собирают хороший трафик и приносят неплохую прибыль. А также сателлиты это сайты, спутники основного ресурса, которые ссылаются на него и способствуют его продвижению. Обычно создается сеть сателлитов, которая раскручивается с главной целью захватить все 10 позиций в топе по основным запросам и вывести на первое место главный сайт. При успешном использовании этого приема все конкуренты вытесняются далеко за пределы первой страницы выдачи. А если сателлит создан не автоматически, а заполнен качественным контентом и оптимизирован, то его использование уже не расценивается как черное SEO. Такая методика создания сателлитов является трудоемкой, но более эффективной и безопасной. Итак, сегодня мы разобрали основные виды сайтов и как они выглядят.